Вот, девочки, что творится, когда утро. Это очередь в Святую Софию. Это вот люди стоят, видите? Вот это, вот это, вот это. И там ни конца, ни края. В Святую Софию лучше ночью. Ну, вечером, в 10 вечера. Потому что вот собор Святой Софии. Сегодня мы с вами отправимся в очень такое интересное, на мой взгляд, место в Стамбуле. Это цистерна Базилика. Раньше она принадлежала Константинополю. Так же, как и Айя София, Святая София. До завоевания турками Константинополя. Это был громадный город в прошлом. Кто бы ни был у власти в те времена, всегда беспокоился о безопасности и неприступности города. Для этого строились не только укрепления городов, но и водохранилища. В одно из такое водохранилища мы сегодня с вами отправимся. Оно, конечно, поражает своей красотой, таинственностью. И когда вообще заходишь в это здание, в голове куча вопросов. Даже самый первый возникает, как? Как это возможно было сделать руками людей? Как они это строили в те далекие времена? Мы сейчас фундаменты не можем толком построить. А люди строили невероятные своды, невероятные высоты. А как ставились эти колонны, которые стоят до сих пор, до наших времен неплохо сохранившимися? Так вот, давайте подробно. Цистерна базилика – одна из самых популярных досопримечательностей Стамбула, которую посещает, ну, наверное, каждый второй турист. Водохранилище – одно из самых необычных и интересных объектов. Неожиданно тихая, темная, прохладная, влажная, но и в то же время мистическая и таинственная, которая, ну, на мой взгляд, обязательно, если вы находитесь в Стамбуле, нужно посетить. В далекие времена в Константинополе был недостаток воды, поэтому приходилось подавать воду с помощью акведуков, а на случай нападения хоронить ее в водохранилищах. Сколько всего было в водохранилищах или цистерн в Стамбуле – вопрос, которые навсегда останутся без ответа. Каждый раз открывают какие-либо новые, таинственные места. Те, которые уже были обнаружены, выступают в совсем неожиданных ролях. Ну, например, на их территории открывают рестораны или другие развлекательные сооружения. Некоторые удостоились чести стать музеями, как вот этот, например. Заходя сюда, сердце сжимается от невероятных эмоций. Они переполняют с огромной силой. Особенно вот эти колонны. Посмотрите, девочки, на них. Здесь изображены медузы горгона. Медузы горгона являются в тренегреческой мифологии чудовищем, с женским лицом и змеями вместо волос. Головы медузы можно без преувеличения назвать шедеврами искусства. Ими просто невозможно не заинтересоваться. Согласно одному из мифов, медуза была одной из трех сестер – горгон. Женщин-монстров из подземного царства, которые могли одним лишь взглядом превратить людей в камень. Стоило человеку лишь посмотреть им в глаза. Самый первый вопрос, который возникает, глядя на эти головы, это, конечно же, почему они не в обычном положении. Но первая теория такова, что головы медузы горгона перевернуты, чтобы она не смогла поразить своим взглядом посетителей. Вторая же теория утверждает, что таким образом строители хотели выразить пренебрежение к мифическому персонажу. Но есть еще и третья. Третья, самая прозаическая, утверждает, что просто в таком положении блоки с головами лучше подходят для того, чтобы служить основанием для колонн. Так что какая из теорий самая правдивая – непонятно. Цистерну по-турецки называют также затонувшим дворцом. Строить цистерну начали еще греки в IV веке на том самом месте, где некогда красовалась базилика Святой Софии, и строительство продолжалось вплоть до 532 года. Это поистине уникальная стамбульская достопримечательность. И я настоятельно рекомендую ее посетить, так как, повторюсь, ощущение от посещения данного музея просто невероятное. Это подземное великолепное сооружение длиной в 145 метров и шириной в 65 метров. Потолок его поддерживает колоннада из 12 рядов, по 28 колонн в каждом, то есть всего 336 штук колонн. Именно благодаря такому огромному количеству колонн, входя в помещение, захватывает дух, и создается впечатление, что вы попали в какой-то невероятно красивый замок или дворец. Великолепное сооружение Находится это великолепие, напротив, а я София. Потеряться невозможно. Все знают эту прекрасную достопримечательность и с легкостью направят вас туда. Наше невероятное увлекательное путешествие подошло к концу, и мы торопимся в аэропорт. Так как мы приехали вовремя и хотели рассмотреть поподробнее, что за аэропорт в Стамбуле, нас стали очень поздно регистрировать. Из-за этого мы немного замешкались, потерялись во времени. Аэропорт огромнейший, великолепный аэропорт. И мы забежали в свой самолет на последней минуте, можно сказать. Весь самолет ждал только нас. На табло наша фамилия горела красным пламенем, так скажем, красными буквами. Но мы добежали, мы никогда так не бегали. Мы были в одном конце в аэропорту, нужно было добежать совершенно в другой конец. А протяженность Стамбульского аэропорта достаточно такая внушительная. Так что пробежка была такая серьезная. Но когда мы забежали в свой самолет, мы просто выдохнули. Спасибо, что нас подождали, дождались. Мы сдержали, конечно, самолет ненадолго, всего на 5 минут, но все равно. И теперь со спокойной душой и просто с невероятными впечатлениями мы отправляемся домой. И увидимся уже дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok